В эпидемиологической ситуации, об эффективности ограничительных мер, а также об экономическом положении Владимира, говорим сегодня с главой города Ольгой Деевой. Ольга Александровна, здравствуйте. Добрый день, Алексей. Ольга Александровна, самоизоляция, что греха таить и во Владимирской области, и в областном центре, оставляет желать лучшего. Вот устали два месяца уже практически люди старшего и среднего возраста. Что можно сказать по этому понятию на сегодняшний день и позиции, соответственно, городской власти по соблюдению владимирцами режима самоизоляции? Соглашусь, Алексей, что всему устали два месяца. Но нет у нас такого прям строгого ограничения. Вот сидим дома и никуда не выходим. Естественно, народ выходил и в больницы, если требовалось, и в аптеки, и в магазины. Конечно же, гуляли и с собачками. Вот от этого никуда не уйдешь. Вот то, что устали, это да. Но здесь мы как бы под вопросом ставим тему, что мы должны соблюсти эту самоизоляцию в связи с тем, что понимаем, от этого зависит распространение этого заболевания. Поэтому хочешь, не хочешь, но тем не менее о своем здоровье должен подумать сам. И я соглашусь с тем, что иногда приходилось вот так строго ограничивать детей, внуков, чтобы они не бегали. И особенно людей пожилого возраста. Когда смотришь, какая-нибудь бабушка идет без маски, пошла она в магазин, останавливаешь и говоришь, посидите дома. Конечно, уже потихоньку нужно думать о том, как сейчас довести эти этапы выхода из самоизоляции, для того, чтобы не получить какой-то массовый взрыв продолжения этой эпидемии. Поэтому в этом случае губернатор должен сейчас взвесить, как, конечно же, с Роспотребнадзором должны порешать все эти моменты. И уже начинать прописывать вот эти этапы выхода, для того, чтобы не сразу все взяли и вышли. Хотя мы на сегодняшний момент видим, что большинство предприятий уже приступили к работе. К тому, что предприятия уже некоторые приступили к работе, насколько важно и нужно соблюдать вот эти требования, которые прописаны у Роспотребнадзора, о том, что расстояние, дистанция, маски, перчатки и соблюдаются ли теми предприятиями, которые уже начали функционировать? Ну вот в плане соблюдаются ли, есть контролирующие органы, которые регулярно посещают такие предприятия. Многое зависит от нас самих. Если мы приходим куда-то в какое-то помещение, предположим, на почту, и мы видим, что этого нет, это не соблюдается, просто-напросто нужно указать на это руководителям, сказать, извините, вот у вас не соблюдаются эти правила. Правила мы, прежде всего, должны быть сами озабочены тем, чтобы нам не заболеть. На примере других регионов, когда народ массово вышел на какие-то там воскресные свои мероприятия, где-то вот посетили, там, я не знаю, парковые зоны, в большом количестве люди отдыхали, то потом получили, конечно, в ответ вспышку эпидемии. Опять, ну это недопустимо. Должны в первую очередь думать сами о своем здоровье. Ольга Александровна, понятно, что следующий вопрос, наверное, не очень в компетенции, да и не в компетенции городской власти, но, тем не менее, у вас, как у главы, не могу не спросить, да, о предпринимателях, малом и среднем бизнесе, которые, если не брать заболевших, больше всего пострадали от ограничительных мер, от распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней. Вот что можете сказать на сегодняшний день касаемо бизнеса сообщества? Я хочу сказать, что да, пострадали, ну, значительно пострадали и малый бизнес, и средний бизнес, который сейчас необходимо поддерживать. И, наверное, большинство из них ждут, когда, значит, и губернаторы, и федеральные органы окажут такую поддержку. Это в первую очередь от них должно идти. Ну, естественно, то, что касается именно финансовой поддержки, поддержки, там, работа с банками, там, получение каких-то дополнительных льгот и кредитов, это, конечно же, на уровне региона, на уровне федерации. Поэтому в этом случае я хочу поддержать наш малый и средний бизнес. Но самое главное – не растерять те кадры, которые сейчас имеются. То есть не допустить массового увольнения, сокращения своих кадров для того, чтобы потом по возможности, ну, пусть медленно, пусть тихо, но опять приступить к своей деятельности. Городские службы сегодня занимаются в том числе и санитарной обработкой города. Вот, наверное, даже это первостепенная их задача. Вот несколько слов об этом, да, как она осуществляется, в каком режиме, какие места и кем? Ну, у нас занимается благоустройство обработкой, санитарной обработкой наших остановочных пунктов. То есть обрабатываются и скамейки, и урны, которые там присутствуют, и, естественно, самоостановочный павильон. Вот, обрабатываются антисептиками. Вот, и, конечно же, у нас обрабатывается наш пассажирский транспорт. Есть требования и к обработке такси, которые должны тоже работать и в масках, и в перчатках. И обязательно после каждого пассажира обрабатывать салон. Также идет такая массовая проверка организаций, которые занимаются предоставлением услуг. Это наши, значит, салоны парикмахерские, чтобы обязательно присутствовала вот эта тоже обработка. Обязательно были одноразовые там халаты, шапочки и перчатки. Все это, как бы, все эти требования должны выполняться. Ну, естественно, кто не выполняет, тот тому грозят штрафы. Президент нашей страны поручил мэру столицы помочь 33-му регионе в плане медицинского обеспечения по этому поводу. Что можно сказать? Конечно, вот любая помощь, которая будет нам предоставляться, от нее отказываться ни в коем случае нельзя. Тем более, что оказывается помощь специалистами и аппаратами. Я читала, что будут привезены аппараты ИВЛ. Но если у нас этого не хватает, ну, почему надо от этого отказываться и говорить, нет, 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 у нас все замечательно, у нас все нормально. Мы сами видим с вами, что пик заболевания, он прошел, как мы считаем, по статистике. Но, тем не менее, заболевших еще вот в последнее время много. Все-таки, если было раньше, там, 88 человек, там, 90. Вот. Но сейчас 55-59, и вот это идет, как бы, нет сильного такого сокращения. Все равно заболеваемость есть. И отказываться ни в коем случае нельзя. И надо сказать огромное спасибо за то, что предоставляет. Да, пусть будет где-то, может быть, и неприятно, где-то и стыдно за то, что мы сами не справляемся. Но считаю, что отказываться не надо. И надо просто сказать огромное спасибо соседнему региону, Москве, вот, за такую оказанную помощь. Хочу сказать, значит, нужно подождать. Подождем, когда следующий указ издаст губернатор, вот, каким образом мы будем начинать выходить, вот, поэтапно выходить из этого состояния. Ну, считаю, что вот осталось совсем немного подождать. Потому что, если уж Москва, при их количестве заболевших ежедневно, они уже начинают выходить, вот, потихонечку. Но еще вот две недели взяли себе так на разгон. Ну, надеюсь, что у нас вот тоже с первого числа начнется вот этот поэтапный выход. Тем выпускникам и школьникам, которые в этом году, ну, откровенно говоря, не повезло, что им можно сказать и что можно сказать им, родителям, тем ребятам, у которых звонок в этом году был, к сожалению, онлайн? Ну, как сказать, вот, к сожалению, для них это был определенный опыт, да, вот, то есть они впервые попробовали вот такую новую форму. И мы не сталкивались тоже с таким, и для нас это тоже была, как бы, новинка. Но я даже вот думаю, что некоторым ребятам это было интересно. Они же любители, вот, да, зайти там... Гаджетологи. Да, 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 они любители, они между собой там общаются постоянно в телефонах, там, в планшетах. Они постоянно себе лайкают там под фотографиями, под надписями какими-то. Для них это было, ну, такой креатив определенный. Но я хочу им пожелать, ну, чтобы все равно вот этот креатив, который исключает общение вживую, вот, ну, был бы как бы единственным и последним. О последнем звонке онлайн, а также об эпидемиологической ситуации и экономическом положении во Владимире нам рассказывала глава города Ольга Деева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова